В этом ролике мы расскажем, как формируется плата за пользование площадкой Озон. Сумма складывается из комиссии за продажу и стоимости доставки товара, а также может включать стоимость дополнительных услуг. Расскажем о каждом компоненте подробнее. Размер комиссии за продажу зависит от категории вашего товара. Для того, чтобы ее узнать, откройте меню «Помощь», перейдите в раздел «Комиссии и тарифы Озон» и выберите нужную категорию товара. Например, категорию «Электроника» и подкатегорию «Наушники». Здесь указан процент комиссии для данного товара, а также ее минимальная сумма. Допустим, вы хотите продавать наушники за 2000 рублей. Комиссия в таком случае составит 12% от стоимости товара, то есть 240 рублей. А если цена наушников 1000 рублей, то комиссия на товар составит не 120 рублей, а 200 из-за ограничения ее минимальной суммы. В свою очередь, стоимость доставки товара клиенту также можно посмотреть в меню «Помощь» в соответствующем его разделе. Она будет отличаться в зависимости от того, какую схему продажи вы используете для данного товара и объема его продаж. Плата за пользование площадкой «Озон» также может включать в себя стоимость дополнительных услуг. К ним относятся Возврат товара в случае, если покупатель не выкупил заказ или аннулировал его после отгрузки со склада. Кроссдокинг. Когда вы не можете доставить товар на склад размещения самостоятельно и хотите, чтобы это сделал «Озон». Размещение на нашем складе, если вы работаете по схеме продажа со склада «Озон». Обработка излишков, если вы поставили больше товаров, чем указали в УПД-2. Услуги курьера, если он забирает ваши заказы при работе по схеме продажа со своего склада. Продвижение ваших товаров на маркетплейсе и другие услуги. Для того, чтобы рассчитать плату за пользование площадкой «Озон», в меню «Помощь» найдите соответствующий раздел и воспользуйтесь онлайн-калькулятором. Здесь вы также сможете скачать его Excel-версию. Узнайте больше о том, как работать с «Озон Маркетплейс» в разделе «Помощь» вашего личного кабинета.